В Мордовии задержан мужчина, напавший на улице на двух несовершеннолетних девочек. По данным следствия, вечером 27 марта 2023 года в поселке Евас Зубово-Полянского района неизвестный мужчина напал на девочек 14 и 15 лет. Ударив одну из них фрагментом деревянной доски, он похитил у них сумочки с личными вещами и скрылся с места происшествия. Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности нападавшего. По приметам, указанным потерпевшими, был составлен словесный портрет, опрошены очевидцы произошедшего, изучены записи с камер видеонаблюдения. По подозрению в совершении противоправного деяния был задержан 61-летний местный житель. Сотрудники полиции задержали его в ночь на 29 марта в общежитии по месту жительства и доставили на допрос к следователю. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пересечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Нижегородские исследователи расследуют убийство, которое совершил подросток из Мордовии. Тело 40-летнего мужчины обнаружили в реке Вачка, соседнего с Мордовией региона. В ходе грамотных действий совместно с коллегами из ММО МВД России Ордатовский и Управления уголовного розыска МВД по республике Мордовия установлено, что ранение местному жителю нанесено в ночь на 24 марта в поселке Тургенево. По версии следствия, ножевое ранение в шею нанес мужчине 24 марта 2023 года ночью в поселке Тургенево Ордатовского района Мордовии 17-летний подросток. Чтобы скрыть следы преступления, он вместе с отцом на машине вывезли тело погибшего на территорию Нижегородской области и в районе деревни Обуховка Сеченовского района бросили тело в реку Вачка, где оно и было впоследствии обнаружено. Подросток заключен под стражу. Установлено, что погибший ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства трех человек. Из показаний обвиняемого следует, что 24 марта 2023 года погибший высказал угрозу убийствам ему и его семье. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела действием отца обвиняемого также будет дана юридическая оценка по статье 316 УК РФ «Укрывательство преступлений». Двое жителей Мордовии признаны виновными в незаконном обороте оружия. Опасным бизнесом занимались 29-летние жители Чамзинского района и 64-летний житель Саранска. В июне прошлого года оперативниками МВД по республике Мордовия совместно с сотрудниками регионального УФСБ и силовой поддержки бойцов Росгвардии была пресечена противоправная деятельность двух жителей региона, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов, а также ликвидирована деятельность еще одной подпольной мастерской по модернизации и переделке оружия. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов с поличным задержали жителей Чамзинского района, который незаконно продал жителю Саранска 80 патронов калибра 7,62 мм. При проведении обысков по местам жительства фигурантов оперативники обнаружили и изъяли переделанные из сигнального аналога ВПО-927 карабин СКС и 86 патронов калибра 7,62 мм, а также оборудование, инструменты и компоненты, необходимые для изготовления оружия. Вину в содеянном фигуранты не отрицают. Решением суда подсудимые признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях. Жителю Лямберского района назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 130 тысяч рублей. Жителю Чамзинского района в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 83-летняя пенсионерка из Рузаевки якобы защитила дочь от уголовной ответственности за 310 тысяч рублей. 28 марта ей позвонила плачущая женщина, назвала ее мамой, после чего рассказала, что по ее вине произошло дорожно-транспортное происшествие. Для возмещения затрат на лечение пострадавшего в аварии, а также не привлечения ее к уголовной ответственности, требовалось заплатить 800 тысяч рублей. После этого трубку взял лжесотрудник полиции. Он сообщил, что деньги необходимо завернуть в вещи дочери, которые она хочет передать ей в больницу, и пакет отдать лично молодому человеку по имени Дима, который сейчас подъедет к ее дому. Но у пожилой женщины было только 310 тысяч рублей. Неизвестный согласился на эту сумму. Затем пенсионерка вышла на улицу и передала молодому человеку все, что просил неизвестный. О том, что стала жертвой мошенников, пожилая женщина поняла после звонка дочери, которая сообщила, что у нее все в порядке. В настоящий момент устанавливаются личности и местонахождение лиц, причастных к совершению преступления. В Саранске в отношении лишенного пьяного водителя возбуждено уголовное дело. 21 марта в 12-м часу ночи на улице Коммунистической в столице Мордовии инспекторы ДПС остановили автомашину «Фольксваген», за рулем которой находился 35-летний водитель. Как выяснилось, мужчина был не трезв. Кроме того, в октябре 2021 года он уже был осужден за повторное пьяное вождение. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на три года. В отношении водителя составлены административные материалы по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, будучи лишенным права управления транспортными средствами. По части 2 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления автомашины изъято. Девочка с различными травмами госпитализирована Редактор субтитров А.Семкин